Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Прокомментировала эту тему сегодня и депутат Заксобрания Марина Добровольская Она заявила, что инициатива хорошая, правда перед этим городским властям стоит оправдаться перед родителями Если власть расписалась в собственном бессилии и не может выполнить указы президента к 2016 году обеспечивших детей в местах в ДОУ, то, наверное, она должна как-то оправдываться перед родителями Если она предлагает альтернативу детскому саду желание мамы ухаживать за своим ребенком, почему и нет? Тогда мама должна отказаться от места в детском саду, получать эти деньги, как бы заменяя воспитателя и полностью отвечать за воспитание своего ребенка Я к этому отношусь абсолютно спокойно, потому что подобные ситуации есть в других субъектах Российской Федерации Как вы относитесь к такому предложению нашей мэрии? Присылайте ваше смс-сообщение номер 9020 в начале слова ТВК, пробел и далее ваш текст Напомню, стоимость смс-сообщения не более 3,5 рублей Как вы считаете, повлияет ли это действительно на очередность в детском саду? Уменьшится ли очередь в детские сады? Ваше мнение ждем к нам на смс-сервис Обязательно ваше сообщение сегодня прочитаем в нашем выпуске Ну а пока продолжаем выпуск В течение суток председателю совета директоров компании Краском Валерию Грачеву предъявят обвинение Об этом сообщают наши источники в правоохранительных органах На данный момент один из самых богатых людей нашего края до сих пор находится под стражей Сегодня его адвокаты заявили, что будут обжаловать меру пресечения Напомним, суд определил срок ареста для Грачева 2 месяца Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, которую по итогам 2010 года вместо ремонта труп и коммуникации Потратили на вознаграждение членам совета директоров Вопросы вызывают и другие решения руководства компании, которая снабжает красноярцев водой Эксперты задаются вопросом об устойчивости работы компании Краском Пока председатель совета директоров, на котором лично было завязано многое, находился под следствием Самой компании говорят, на водоснабжение красноярцев расследование не повлияло И выборы при отборе кандидатов на должность заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики края не проводили Вакантное место заняла Надежда Маршалкина И ранее она возглавляла дирекцию по развитию Нижнего Приангария Это учреждение занимается созданием нового провышенного района в крае Не так давно организация оказалась вовлеченной в коррупционный скандал Предшественника Маршалкиной обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном заключении договора на сумму 49 миллионов рублей После его увольнения Маршалкина заняла должность руководителя Примечательна и декларация нового замминистра При сравнительно небольшом доходе 445 тысяч рублей в год она является собственницей нескольких автомобилей Ее муж, который зарабатывает еще меньше, владеет квартирой, двумя жилыми домами и двумя иномарками Добавлю, Надежда Маршалкина назначена заместителем министра на два года И сегодня несколько районов Красноярска остались без горячей воды На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 начались гидравлические испытания Поэтому до субботы 30 мая включительно горячей воды не будет в Ленинском, Кировском, Свердловском, Железнодорожном и Октябрьском районах А также центральным, за исключением микрорайона Покровский Напомню, что на минувшей неделе горячее водоснабжение отключали в Советском районе Гидравлические испытания проходили на ТЭЦ-3 А вот по адресу Ястынская-7 воды из-за дождей, наоборот, оказалось настолько много, что асфальт ушел из-под ног Здесь на подъездной дороге к дому сразу в нескольких местах образовались внушительные провалы, глубиной в несколько метров Причем, как сообщают местные жители, эту дорогу с тротуаром заасфальтировали совсем недавно, всего неделю назад Но хватило ее ненадолго Уже через несколько дней после того, как в городе пошли дожди, в новом асфальте появились ямы Сегодня утром провал огородили лентами безопасности, которые привязали к сломанным стульям и диванным подушкам Жильцы переживают, что выбоины могут просесть еще сильнее, пока коммунальщики, наконец, не приступят к ремонту Детей здесь очень много, школа здесь И здесь идут люди, ну то есть дети с рюкзачками сегодня прыгали через это все То есть до беды, как говорится, недалеко Пройти по мосту и не сломать ногу Пешеходный мостик через Качу, рядом с улицей комбайно-строителей, пришел в негодность Так говорят жители железнодорожного района, которые и обратились в редакцию новостей ТВК Путь многих из них ежедневно лежит через деревянный мост Его доски прогнили, а местами в полу видны дыры Уже есть и пострадавшие Школьница провалилась почти по пояс, переходя на другой берег Я провалилась Испугалась? Да, испугалась У меня было шоковое состояние Было темно, я не заметила ее Потом у меня вот в этом месте был синяк Это ты так глубоко ушла? Да Я не заметила просто ее Вызывает вопросы и мост через Качу напротив Краскома Здесь провалился асфальт в том месте, где дорога соединяется с берегом Очевидцы говорят, за месяц провал становится все больше В департаменте горхозяйства новостям ТВК пояснили Сам мост в удовлетворительном состоянии Что касается образовавшейся ямы, то уже в ближайшее время специалисты проведут осмотр этого участка Информацию по пешеходному мосту в районе улицы комбайна строителей обещали сообщить уже завтра И проблемы городского коммунального хозяйства мы сегодня обсуждали в программе «После новостей» Гостем эфира был депутат законодательного собрания края Анатолий Быков Обсуждали в частности и накопившиеся вопросы компании «Краском» Давайте послушаем часть эфира При Петре Ивановиче Пимашкове создавалась эта компания «Краском» И мы есть поддержка губернатора Александра Геннадьевича Хлопонина Я думаю, что и Валерий Александрович Грачев, и наш коллега депутат Матюшенко Я помню, как это все происходило Но это с благими намерениями создавалось Все думали, что это будет развиваться, это будут вкладываться инвестиции в эту программу, в эту компанию Которую будет приносить красноярцам прежде всего дивиденды Но оказалось так, что красноярцы налогоплательщики вкладывают, а обратно ничего А мы продолжаем выпуск Девочка, пострадавшая от удара упавших качелей, все еще в больнице Врачи говорят, состояние ребенка удовлетворительное Школьница находится на стационарном лечении Я напомню, в минувшую пятницу на правобережье металлические качели сорвало с петель вместе с детьми Конструкция рухнула на землю и придавила трех девочек Им всем понадобилась госпитализация После осмотра двух школьниц отпустили домой Еще одна с серьезными ушибами до сих пор в больнице Проверку проводит следственный комитет Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Нет знака, нельзя эвакуировать Госдума внесла поправки в правила эвакуации автомобилей Похолодание и порывистый ветер Когда в город вернется теплая погода На что потратят десятки миллионов на острове Татышев Сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов Должен был озвучить свое решение по поводу новой схемы теплоснабжения Отправлять ее на доработку или принять в существующем виде На прошлой неделе мэру передали протокол публичных слушаний И по закону до окончания сегодняшнего дня он должен дать ответ Однако градоначальники еще думают Пояснила пресс-секретарь мэра Евгения Цесарская На раздумье у него остается меньше часа Я добавлю, что публичные слушания по этому вопросу прошли неделю назад В прошлый понедельник Мнения людей разделились практически поровну Противников схемы оказалось на 50 человек больше Между тем активисты продолжают привлекать внимание властей к вопросу теплоснабжения И сегодня возле здания мэрии прошел одиночный пикет Я сам живу в Красноярске Я один из его жителей Просто немножко более инициативных И тех, кто понимает, что сейчас происходит Я против повышения тарифов на теплоснабжение Я хочу жить в чистом городе А не в том, где выбросы будут как от 10 заводов и расплавных Депутата Красноярского ЗАГС Собрания Владимира Седова Исключили из КПРФ Такое решение коммунисты приняли накануне на внеочередном пленуме крайкома Официальная формулировка звучит так За неоднократные нарушения устава Сам Седов связывает это с политической борьбой В преддверии предстоящих выборов в Ачинске А именно в Ачинском отделении депутат и стоит на учете Между тем есть мнение, что причиной может быть коррупционный скандал в Назаровском районе В котором тоже фигурирует народный избранник Напомню, исполняющего обязанности главы администрации Назарова Игоря Сухорукова Подозревают в получении взятки за то, что он принял здание детского сада без необходимых документов Деньги по информации следственного комитета ему передал депутат Владимир Седов По этому факту возбуждено уголовное дело Однако Седов уверен, Назаровская история тут ни при чем На улице Карла Маркса в районе кинотеатра «Луч» Начали убирать парковочные карманы До 1 июня стоянку засыплют грунтом и сверху уложат брусчатку Точно так же парковочные карманы уже убрали вдоль крайней правой полосы дороги по улице Ленина Ликвидировать такие стоянки в нашем городе начали с введением платных парковок Как объясняют местные власти, так они освобождают полосу для проезда общественного транспорта Горожан призывают парковать авто на поперечных улицах Либо на перехватывающих парковках Только под знаком и только если владельца нет на месте Государственная дума внесла поправки в правила эвакуации автомобилей Теперь говорят парламентарии, у работников эвакуаторов станет немного меньше свободы Все дело в том, что до этих поправок с помощью различных уловок Эвакуировать авто могли даже если владелец успел прибежать на место Теперь это запрещено Главным же нововведением стало то, что теперь эвакуаторщики Не имеют права забирать машину, если не установлен специальный знак Работает эвакуатор В правительстве Москвы уже выделили десятки миллионов на их установку Вскоре их начнут монтировать и в нашем городе Правда, также без ограничений эвакуацию продолжат с остановок общественного транспорта Парковок для инвалидов, с тротуаров и со второго ряда Традиционный по понедельникам прогноз погоды на неделю Сегодня в вечернем выпуске новостей озвучил наш внештатный специалист гидроминцентра Иван Гордеев Закончатся ли в ближайшие дни дожди и когда ждать потепление Давайте послушаем фрагмент вечернего эфира Добрый вечер Будет с переменным успехом То периоды без осадков, то периоды, к сожалению, дождливые Погоду у нас определяет западный циклон Мы сейчас находимся в его тыловой части Из-за циклона к нам заносятся холодные и влагонасыщенные воздушные массы Холодный фронт проходил выходные Повсеместно по нашей территории, по центральным районам отмечались грозы Местами наблюдался и град, и в городе заметно похолодало Однако среднесуточная температура в городе все так же держится повышенной, выше, чем положено при отключении отопления Плюс 8 градусов В первой полной неделе мы ожидаем рост атмосферного давления, прекращение осадков и переменная облачность До четверга в ночные часы чуть выше плюс 5 В дневное время столбик термометров будет приближаться к отметке плюс 20 градусов Вообще среда и четверг ожидаются самыми комфортными днями на этой неделе Но вот в ночь на пятницу к нам приблизится очередной циклон Вновь погода изменится, начнутся осадки, ветер усилится, станет порывистым и вновь заметно похолодает В пятницу днем уже около плюс 15, но суббота и вовсе не нас на день Дождь, ветер и днем всего лишь 12-14 градусов Ожидаем, что к воскресенью этот циклон уже отойдет на восток И на территории центральных районов вновь распространится поле повышенного атмосферного давления Осадки сойдут на нет И ожидаем предварительно, что первые дни лета будут с незначительными дождями и довольно теплыми До 20 градусов в дневное время А я напоминаю, что сегодня в ночном выпуске новостей мы обсуждаем предложение мэрии Обменять свое место в детский сад на компенсацию в размере 6 тысяч рублей ежемесячно При этом от своего места в детском саду нужно будет отказаться И прямо сейчас на прямой линии по телефону с нами находится Екатерина Руководитель сети детских частных детских садов нашего города И мы хотелось бы уточнить, Екатерина, добрый вечер Добрый вечер Как вы относитесь к такой инициативе и действительно повлияет ли положительно на ситуацию с очередностью в детском саду на вот это предложение мэрии? Ну, на самом деле, я думаю, что не каждый родитель захочет пройти на такой шаг Потому что гарантий дальше он не получает абсолютно никаких Во-первых, непонятно, что будут делать с детьми, которым исполнится 6 и 7 лет Которым обязаны предоставить образование по законам Если даже он с 3 до 5 лет не будет никуда ходить Как его потом распределят, непонятно Плюс к этому ко всему, опять же, сумма в 6 тысяч рублей Откуда она взята? Да, если за муниципальные места тем же частным группам, как вот нам, к примеру, сейчас платят 8 тысяч рублей в месяц Что и так мало 6 тысяч, это ну совсем ничего Даже те родители, которые ходят в частные детские сады, да Ну, чтобы консенсировать себе хоть как-то эти затраты Я думаю, что тоже им покажется, наверное, эта сумма мала Перспектив никаких Также, собственно говоря, в вашей программе было сказано Сейчас выполнят, да, свои обязательства перед государством А потом перестанут с таких платить То есть вы считаете, что такая ситуация, в принципе, теоретически возможна? Теоретически, да Но, на мой взгляд, из услышанного мною, она очень сыра Хорошо Спасибо большое, Екатерина Я так понимаю, что за 6 тысяч рублей в нашем городе на данный момент нет частного детского сада Даже на полдня, я так предполагаю С Екатериной у нас уже связь прервалась, к сожалению Но эту тему мы продолжаем обсуждать в нашем выпуске Отправляйте ваше смс-сообщение на номер 9020 с пометкой ТВК Мы обязательно их зачитаем Очень интересно узнать мнение молодых мам Как они относятся к этому предложению Ну а пока, небольшая реклама, после мы продолжим Ксюша Храмова продолжает лечение в Германии Какие результаты? Второе место на Евровидении и поиск бойфренда для матери Самые обсуждаемые темы в рубрике «Блокпост» Вы смотрите ночной выпуск на СТВТВК Мы работаем в прямом эфире Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем предложение мэрии Отказаться от своего места в детском саду Взамен на компенсацию ежемесячную в размере 6000 рублей И в данный момент я открыла сайт, красноярский известный сайт «Красмама» Форум, там уже мамочки активно обсуждают эту тему И очень многие негодуют по этому вопросу Вот, например, некоторые сообщения Такой вариант подойдет тем, кто в принципе не собирается водить ребенка в муниципальный сад Например, с бабушкой сидит или с неработающей мамой Или вот такое сообщение Все это как-то неприятно, как будто взятку предлагают, чтобы из очереди ушли А им перед Путиным отчитаться И все в ажуре И есть такое сообщение Должно быть не 6000 рублей, а 8000 Так как в госпрограммах предпринимателям ведь по 8000 платят Такой вариант нам подходит Так как у нас отличный частный сад, который я не хочу менять на другой частный По госпрограмме Или сад, где в группе 30 человек За все это в жизни нужно платить К этой теме мы обязательно еще вернемся Я напомню, что мы принимаем ваше смс-сообщение Вот, кстати, пришло сообщение также на эту тему Сейчас я его зачитаю Полный бред, на эти деньги лучше бы детские сады построили Вот такое есть мнение Ну а пока мы продолжаем выпуск Принять решение и оставить в Красноярске прямые выборы мэра Или отменить депутаты горсовета должны до 17 июня Это требования прокуратуры До этого срока изменения нужно внести в устав города Этот непростой вопрос народные избранники сначала обсудят на комиссии А затем на сессии 9 июня Политологи сходятся во мнении, что неожиданности ждать вряд ли стоит Между тем, если вдруг депутаты городского совета решат оставить в Красноярске прямые выборы То в правильности своего решения они должны будут убедить своих коллег из Серого дома И тогда, возможно, краевые депутаты изменят краевой закон Но пока картина складывается как пазл Демократию в действии власти показали во время публичных слушаний Где, напомню, горожане высказались за прямые выборы А комиссия пошла наперекор мнению людей Какие позитивные изменения вы ждете от этих поправок для жизни горожан? Эти поправки направлены не на улучшение жизни горожан Не на улучшение жизни горожан, не на увеличение доходной части бюджета Эти поправки направлены на приведение встава города в соответствии с федеральному закону Помогли перейти дорогу и предложили купить мороженое Редакция «Открытого общества» провела собственный социальный эксперимент По задумке в центре заблудился слабовидящий мужчина Он в течение некоторого времени просил помочь перейти дорогу Некоторые жители нашего города просто сторонились от якобы беспомощного человека После уже другие красноярцы напротив вызвались помочь перейти проезжую часть Или даже довезти его до дома и купить мороженое В конце ведущий сделал вывод, что в Красноярске много добродушных людей Стойте, стойте, не бойтесь, не бойтесь А тут я не привык уже, просто светофор не слышно Ну да Раньше он пищал, сейчас почему-то не пищит Да, я переведу Давайте, давайте, я переведу Хорошо Спасибо А прямо сейчас традиционная рубрика «Блокпост» Кремль доволен, а значит все хорошо Именно так пользователи сети комментируют прошедший конкурс Евровидения Напомним, что исполнительница из России Полина Гагарина заняла на нем второе место Победу одержал шведский певец После небольшого скандала с дисквалификацией голосования Македонии и Черногории Российские власти рассказали, что довольны результатами Пользователи сети в свою очередь почти единогласно согласились с позицией Кремля Ведь в такой сложной политической обстановке, по их мнению, все могло быть намного хуже Более 5 миллионов просмотров за 10 дней именно столько набрал ролик, который снял молодой парень для своей матери В клипе он рассказывает об увлечениях своей мамы, плюсах и минусах ее характера После этого он описывает мужчину, которого женщина хотела бы видеть рядом с собой При этом до окончания работы над клипом молодой человек не рассказывал матери о том, что делает А потом просто записал ее реакцию Ролик стремительно набирает количество просмотров И большинство пользователей признают его одним из самых трогательных за последнее время Ксюша Храмова может начать самостоятельно дышать уже этой осенью Такой прогноз дают специалисты клиники в Германии Напомню, красноярскую малышку в январе отправили туда на лечение У девочки тяжелое заболевание, менингоэцефалит Ей требовалась срочная операция, деньги на которую собирали родственники и друзья Необходимую сумму, а это больше 5 миллионов рублей, удалось собрать в том числе и при помощи зрителей новостей ТВК Которые отправили сотни смс Как сегодня рассказали новостям ТВК родственники, сейчас девочку периодически отключают от аппарата искусственного дыхания на 10-15 минут С ребенком продолжают заниматься массажисты По прогнозам врачей, шанс, что ребенок начнет дышать самостоятельно, есть Только времени понадобится больше, чем полгода, как планировалось ранее Поэтому медики порекомендовали красноярской семье остаться в клинике до октября А на острове Татышев станет проще парковать свой автомобиль 1 июля в восточной части откроют самую большую на острове парковку Общее количество мест увеличится в два раза, с 500 до 1000 Эти работы и ремонт дорожного полотна обойдутся городскому бюджету почти в 30 миллионов рублей Однако это не единственные затраты мэрии на обустройство Восточную часть острова собираются превратить в зону для проведения крупных городских мероприятий Для этого еще около 60 миллионов рублей выделено на строительство различных спортивных и культурных площадок Кроме того, обустроят зоны для выгула собак, торговли и общественного питания Появится на этом месте и самая большая в городе сцена под открытым небом Увидеть, как преобразится остров Татышев, горожане смогут уже 8 июля, когда закончатся основные работы Как сегодня сообщили в Красспорте, вход на остров должен быть бесплатным Несмотря на общественную инициативу брать 10 рублей за посещение парка Парк это достояние, 10 рублей, ну в принципе для чего? Для сбора экологического какого-то Но вот вы знаете, Москва показала себя, что в принципе вход в тот же парк Горького бесплатный Но они, вот читая их отчет финансовый за 2013 год, они заработали больше миллиарда рублей Именно маркетинговые какие-то ходы, создание условий для горожан Вот этим, наверное, заниматься А я считаю, что все-таки такая природная жемчужина должна быть все-таки для горожан доступна и бесплатна Спонсор прогноза погоды в городах нашего края Строительная группа SMCity объявляет начало продаж третьей очереди на Южном берегу И о погоде в Красноярске Прогноз погоды в нашем городе представляет салон Штор Тач Не пропустите выгодное предложение Шторы всего 200 рублей за метр Итак, на завтра синоптики нам обещают погоду без осадков Ветер до 2 метров в секунду А температура воздуха утром плюс 8 градусов Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов Ну, а ночью уже будет плюс 11 Что же касается предварительного прогноза на эту неделю То в среду в Красноярске уже до плюс 21 градуса Ну, а к пятнице снова похолодает до плюс 18 градусов И снова, к сожалению, пойдут дожди Ну, а далее небольшой блок полезной информации На этом ночной выпуск новостей ТВК завершен Спасибо, что эти полчаса провели вместе с нами Я напомню, телефон редакции для ваших звонков 265-45-00 Адрес в интернете tvk6.ru Увидимся завтра Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова